Привет, друзья! В сегодняшнем видео мы с вами прочитаем и переведем один небольшой рассказ. Разберем грамматические конструкции, которые будут нам встречаться в тексте. Надеюсь, будет полезно и интересно. Так как это художественный текст, по ходу рассказа могут встречаться какие-то обороты, которые связаны с автором текста. У каждого автора свой стиль. Кому-то может нравиться, кому-то нет. Наша цель – понять и постараться перевести смысл прочитанного. Я буду читать все предложения целиком на турецком, перевод на русский, а потом буду объяснять по частям или те моменты, которые могут быть непонятными. Если хотите поддержать канал, вы можете это сделать, поставив лайк этому видео. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал, здесь вы найдете много интересного и полезного. Приступаем к тексту. Потерянные мечты или утраченные мечты. Наши летние каникулы в прошлом году мы провели в очень милом деревенском доме деда, украшенном зелеными-призелеными деревьями. Смотрите. Яста-телемези – это наши летние каникулы. Какие? Ячен-сенеки. Вот здесь ки показывает то, что это те, которые были в прошлом году. Ем-е-щиль аачларла-безели. Аачларла-безели – украшенные деревьями. Какими? Ем-е-щиль. Зелеными-призелеными или очень зелеными. Это усиление также есть для других цветов. Например, сап-сары – это желтый прям. Или кыб-крымызы – это красный, очень такой красный цвет. Идем дальше. Щирин-ми-щирин-кёя-вин-де-ге-чиридык. Здесь щирин-ми-щирин тоже используется для усиления значения. Мы как бы спрашиваем, милый ли? И сами же отвечаем – милый. Милый ли милый? Можно переводить со словом «очень». Щирин-ми-щирин – это «очень милый». Можно применять и для других слов. Например, «чоджук оклы-мы-аклы», то есть «ребенок очень умный». «Эф-пагалы-мы-пагалы», «дом очень дорогой». Не знаю, есть ли в русском такой оборот. Хороший ли хороший, или мил ли мил. Напишите, если знаете. Еще раз все предложения. Наш летний каникул в прошлом году мы провели в очень милом деревенском доме деда, крашенном зелеными-призелеными деревьями. Каждый день моих каникул был по-своему прекрасен. На деревенских зеленых лугах и полянах я чувствовал себя безгранично свободным. «Бирбашка гюзельды» – это дословно «по-другому прекрасен», то есть «по-своему прекрасен». «Кёюн ем ещиль чайрларында алабильдийне эзгюрдюм». «Алабильдийне эзгюрдюм» – это дословно «свободен настолько, насколько это может себя включать», то есть «безгранично». Еще раз все предложения. «Тателемин хэргюню бирбашка гюзельды». «Кёюн ем ещиль чайрларында алабильдийне эзгюрдюм». «Каждый день моих каникул был по-своему прекрасен. На деревенских зеленых лугах и полянах я чувствовал себя безгранично свободным». «Я отдыхал от тяжести и стресса городской жизни, гуляя по округе и играя со своими сверстниками». В этом предложении нужно сразу увидеть, что глагол «чайрларында» относится к первой части предложения, то есть «шехрин стресли гюнлеринин аджисыны чикарьорду». Дословно «я избавлялся от боли городских стрессовых дней». По смыслу переводим «я отдыхал от тяжести и стресса городской жизни». «Как я это делал?» «Чеври гезип дола шарак ящитларым ла ойнаярак». «Гуляя по округе и играя со своими сверстниками». «Все предложения» «Я отдыхал от тяжести и стресса городской жизни, гуляя по округе и играя со своими сверстниками». «Прекрасным июльским утром мы с другом Хасаном помчались на лошадях и перевели дух, когда оказались на поляне». Здесь «Ата биньмек» можно перевести и как «сели на лошади», и как «поскакали». А «Солу алмак» можно перевести как «вздохнули», то есть «наконец-то остановились». «И все предложения» «Гюзель бир тему сабахы, аркадашим хасан лаберабер, а ты мазабин демиз гиби солу чайрдалдык». «Прекрасным июльским утром мы с другом Хасаном помчались на лошадях и перевели дух, когда оказались на поляне». «Аты мы дёрд на лако штурмак эн бьюг зев кимди. Рюзгяр санки эзгюрлюк тюркюляри фысылды орду кулак ларма». «Скакать галопом на лошади было моим самым большим удовольствием, как будто ветер шептал мне в уши баллада о свободе». «Аты дёрд на лако штурмак» — это дословно «скакать в четыре подковы», то есть «четыре ноги». На русский можно перевести как «скакать галопом». «Аты мы дёрд на лако штурмак эн бьюг зев кимди. Рюзгяр санки эзгюрлюк тюркюляри фысылды орду кулак ларма». «Скакать галопом на лошади было моим самым большим удовольствием, как будто ветер шептал мне в уши баллада о свободе». «Я ехал так быстро, что даже не заметил, как сильно отдалился от деревни и, кроме того, потерял из вида Хасана». «Ой лесене хызлы ёл ал ёрдум ки. Я ехал так быстро». Вот это «Ой лесене» показывает как «так быстро». Теперь берём с конца. «Фарк этме миштим биле», что даже не заметил. «Кёй ден эпейдже узаклы штымы». «Как сильно отдалился от деревни». «Да хасы да, хасаны гёзден етирдимы». И кроме того, вот это «да хасы да», это «кроме того», «потерял из вида Хасана». «Всё предложение». «Ой лесене хызлы ёл ал ёрдум ки. Кёй ден эпейдже узакла штымы. Да хасы да хасаны гёзден етирдимы. Фарк этме миштим биле». «Я ехал так быстро, что даже не заметил, как сильно отдалился от деревни и, кроме того, потерял из вида Хасана». «Атым хузурсузлан моя, кишнеме башта дында, ищищтен гечмишты артык. Хэмен эллими гёзюми сипередерек, чевреми ийджебир колачан эттим». «Когда лошадь начала вести себя беспокойно и ржать, издавать звук, я уже отъехал слишком далеко. Я, прикрывая рукой глаза от солнца, хорошенько осмотрелся вокруг». «Атым хузурсузлан моя, кишнеме башта дында». «Когда лошадь начала вести себя беспокойно и ржать, то есть издавать этот звук, то есть лошадь начала беспокоиться». «Ищищтен гечмишты артык». Можно перевести, чтобы было уже поздно, но по тексту мы можем перевести «я уже отъехал слишком далеко». «Когда лошадь начала беспокоиться, я уже слишком далеко отъехал, и это меня как бы не спасло». Именно это хочет донести автор. «Сиперятмек» — это «сделать укрытие, сделать преграду, то есть руку поставить над глазами, как мы закрываем рукой глаза от солнца, когда хотим посмотреть вдаль». «Чевреми и джебир колачанеттим». «Колачанетмек» — это «высматривать или осмотреться». И «чеврем» — это то, что находится вокруг нас, также это может быть наше окружение. И можем это перевести как «осмотрелся вокруг». И все вместе, атым, хуظурсузлёнмая, кишнимее башладдэггэнда, Ищичдэн гечмистэ артык. Хмен элэм гэзмэй сиперэдэррэк, чевреми ийде без колачанеттим. «Когда лошадь начала вести себя беспокоимо и ржать, я уже отъехал слишком далеко». «Я прикрываю рукуй, глаза от солнца хорошенько смотрелся вокруг». Я был на краю лесистой местности, покрытой деревьями. Крошечный ручей протекал передо мной, изгибаясь, как змея. Ачларла каплы — это значит «покрытая деревьями». Лесистая местность. И кы — это у нас берег. Но так как здесь у нас нет никакой воды, то это значит «край лесистой местности». Кючучук бирдере — маленькая река или крошечный ручей. Елангиби коврыларак, изгибаясь, как змея. Энемден акьорду протекал передо мной, но ручей протекал. И весь текст. Ачларла каплы орманлак бир аланын кы сын дайдым. Кючучук бирдере, елангиби коврыларак, энемден акьорду. Я был на краю лесистой местности, покрытой деревьями. Крошечный ручей протекал передо мной, изгибаясь, как змея. На противоположном берегу ручья был небольшой и очаровательный холм, покрытый соснами и грабом и кустарниками. На противоположном берегу ручья берем с конца кючук ве щирин биртепе варды. Был небольшой и очаровательный холм. Какой? Чамве гюрген аачларыла, чалалыкларла каплы, покрытый соснами и грабом и кустарниками. И все предложение снова. На противоположном берегу ручья был небольшой и очаровательный холм, покрытый соснами и грабом и кустарниками. Когда мой страх прошел, я решил подняться на этот холм. Крепко привязав свою лошадь к дереву, я пересек ручей и начал подниматься на холм. Когда мой страх прошел, я решил подняться на этот холм. Крепко привязав, то есть после того, как я это сделал, свою лошадь к дереву, я пересек ручей и начал подниматься на холм. Тирманма это лезь или взбираться. Весь текст Когда мой страх прошел, я решил подняться на этот холм. Крепко привязав свою лошадь к дереву, я пересек ручей и начал подниматься на холм. Где-то ползком, а где-то пешком, мне наконец удалось добраться до вершины. Где-то ползком, а где-то пешком, то есть на ногах, то ползем, то на ногах. Это такой оборот. На русский можно перевести где-то так, где-то сяк, или как-то так, как-то сяк, или то так, то сяк. Например, Он рассказывал, что прожил, то плача, то смеясь. То есть это вот такой оборот, который можно использовать. Когда я посмотрел с вершины вниз, передо мной открывался вид на дерево, словно прекрасная картина талантливого художника. Деревенская мечеть и школа на площади были ослепительными. Теперь я посмотрел с вершины вниз. С конца берем Передо мной Открывался вид на деревню и похож на что Словно прекрасная картина талантливого художника. Это такое, что, которое теребит глаз, то есть можно сказать ослепительное, или ослепительный. И весь текст Когда я посмотрел с вершины вниз, передо мной открывался вид на деревню, словно прекрасная картина талантливого художника. Деревенская мечеть и школа на площади были ослепительными. Старый платан на площади был словно грациозное и гордое произведение искусства, которое бросает вызов времени. Старый платан на площади был словно грациозное и гордое произведение искусства, которое бросает вызов времени. Хорошо смотревшись вокруг, я захотел увидеть другой склон холма. Спускаясь вниз и стараясь не тереться от кусты, то есть не задевать кусты, я находился в постоянном напряжении, что достаточно измотало меня. Я захотел увидеть другой склон холма. Стараясь не тереться от кусты, то есть не задевать их. Пребывая в постоянном внимании, то есть дословно бесконечно делая одно и то же действие. Это достаточно меня измотало, но в таком внимании все время спускаться. Эпейджи это как достаточно, например, эпейджи узак достаточно далеко или эпейджи гюзель достаточно красивый. Хорошенько осматрившись вокруг, я захотел увидеть другой склон холма. Спускаясь вниз и стараясь не тереться от кусты, я находился в постоянном напряжении, что достаточно измотало меня. Немного отдохнуть было моим естественным правом. Пройдя немного дальше, я натолкнулся на маленькую разрушенную хижину. Здесь глагол каршалашмак это встретиться, но в турецком языке можно встретиться не только с одушевленным предметом. И правильнее будет перевести натолкнулся. Веран это ветхая, старая, разрушенная, то есть в плохом ремонтном состоянии. А кулюбе можно перевести и как хижина, и как беседка, и как шалаш, и как пост. Например, аскерикулебеси это военный пост. То есть небольшая постройка. Азычаги динленмек энд доал хакымды. Бераздая юридуктен сонра, кучук виран бир кулюбе иле каршалаштым. Немножко отдохнуть было моим естественным правом. Пройдя немного дальше, я натолкнулся на маленькую разрушенную хижину. Кулюбей сармащиклар, ябан отталары бюринмюштю. В кулюбе нин такталары ер ер чуримюштю. Ама инеде бу кулюбе нешими герри getirми, етмичтеде артмышты биле. Хижина была окутана зарослями и сорняками, а доски хижины местами прогнили. Но все же этой хижины было достаточно, чтобы вернуть мне радость и даже больше. Бюринмек это окутываться, обволакиваться. Ер ер это местами, есть похожая заман заман, это например временами. Нешими герри getirми, етмичтеде артмышты биле. Было достаточно, чтобы вернуть мне радость и артмышты биле даже больше. Кулюбей сармащиклар, ябан отталары бюринмюшту. Век кулюбенин такталары ер ер чуримюшту. Ама инеде бу кулюбе нешими герри getirми, етмичтеде артмышты биле. Хижина была окутана зарослями и сорняками, а доски хижины местами прогнили. Но все же этой хижины было достаточно, чтобы вернуть мне радость и даже больше. Кулюбянин веранда сандаки, тахта сандалея и лищтим. Ветюркю селеме башладым. Я разместился на деревянном стуле на веранде хижины и стал напевать. Глагол илишмек переводится как трогать или цеплять, застегивать. Например, бана илишмейн, не трогайте меня. Но еще есть значение располагаться или размещаться. Тахта сандалея и лищтим, это я разместился на деревянном стуле. Тюркю селемек, это петь народную песню. Но в данном контексте правильнее будет перевести, как стал напевать. Кулюбянин веранда сандаки, тахта сандалея и лищтим. Ветюркю селеме башладым. Я разместился на деревянном стуле на веранде хижины и стал напевать. Когда я пел песню, мне нравилось, как холодный ветерок, словно заботливая мать вытирает пот с моего лица. Тюркю селеркен, когда я пел песню, то есть когда я напевал. Потом берем с конца. Хошу магитмишты, мне нравилось. Серин серин эсен рюзгярын, дословно ветер, который прохладно дул. Мы можем заменить на холодный ветерок. Бир анне шефкатиле, дословно с материнской заботой. И заменяем на словно заботливая мать. Когда я пел песню, мне нравилось, как холодный ветерок, словно заботливая мать вытирает пот с моего лица. Потихоньку мои глаза начали смыкаться. Изображения стали мутнеть, как будто я оказался в мире сновидений. Селик – это стертый или затертый. И селик-лешмек – это начали исчезать, стираться. Можно перевести как мутнеть. Душ алями – это мир сновидений. Потихоньку мои глаза начали смыкаться. Изображения стали мутнеть, как будто я оказался в мире сновидений. Внезапно меня поразил голос, говорящий «Мои мечты потерялись на чунук Баире в Анафарте». Я сразу открыл глаза. Внезапно, теперь берем с конца, Дословно я вздрогнул от звука или из-за голоса. Можно сказать «Меня поразил голос». «Хаяллерим джонг Баирында, анафарталарда, кайболду дьен, Говорящий, мои мечты потерялись на чунук Баире в Анафарте». И все вместе, «Аннеден хаяллерим джонг Баирында, анафарталарда, кайболду дьен, Бир сесли иркилдим. Говорящий, мои мечты потерялись на чунук Баире в Анафарте». Я сразу открыл глаза. Этот голос принадлежал сварливой старушке, примерно 80 лет, слегка сгорбившейся, которая опиралась на свою трость. «Морщины на лице старушки будто символизировали боль жизни». «Бу сес» — это голос. Берем с конца. «Хуисус бир нинее аитты» — принадлежал сварливой старушке. «Сексен яшларында» — примерно 80 лет. Когда к слову «яж» добавляется альфикс в множественное число, это добавляет смысл «примерно». Например, «отуз яшларында» — это примерно 30 лет. «Хафиф камбуручик мышь» — слегка сгорбившийся, у которой есть на спине небольшой горб. «Элиндеки бастонуна даянан» — которая опиралась на свою трость. Все вместе. «Бу сес» — сексен яшларында «Хафиф камбуручик мышь» — «Элиндеки бастонуна даянан» — «хуйсус бир нинее аитты». «Ниняны низюндеки карашиклыклар» — «хаятын оделарыны симгелиорду санки». Этот голос принадлежал сварливой старушке, примерно 80 лет, слегка сгорбившейся, которая опиралась на свою трость. Морщины на лице старушки будто символизировали боль жизни. «Бастонуну хаваякалдырыб бана дедики, беним хаяллерим анафарталарда, чонг баирында кайболду. Сенне тюркі чағырысын, ауул! Араиб булсана етвирдим хаяллери». Подняв трость в воздух, она сказала, «Мои мечты потерялись в анафарте, чонг баиры». «Зачем ты поешь, сынок? Иди и найди мои потерянные мечты». «Бастонуну хаваякалдырыб». Подняв трость в воздух, бана дедики, она сказала мне, «Беним хаяллерим анафарталарда, чонг баирында кайболду». «Мои мечты потерялись в анафарте, чонг баиры». «Ценне тюркі чағырысын, ауул!» «Зачем ты поешь, сынок?» В современном турецком говорят «тюркі сёйлемек» — это петь или напевать, а «тюркі чығырымак» — это то же самое, но так говорят в народе в определенных местностях Турции, и зачастую это люди пожилого возраста. То же самое выражение «ауул» — типа «эй, сынок!» — это такое обращение к младшим, тоже в народе. Араиб булсана етвирдим хаяллери». «Арамак» — «искать», «булмак» — «находить» — это похожие по значению слова, и вместо «ищи» и «найди» лучше перевести «иди» и «найди». И все вместе «бастонуну хавая калдырып бана дедики». «Беним хаяллери манафарта ларда джонг баирында кайболду». «Ценне тюркі чығырысын, аул!» «Араиб булсана етвирдим хаяллери». Подняв трость в воздух, она сказала «Мои мечты потерялись в анафарте, начуну к баире». «Зачем ты поёшь, сынок? Иди и найди мои потерянные мечты». «Бунун узерине делимисинсен нине, не хаяллери, не анафарта лары. Дединден хичпишей аннам ёрум дейджек олдум». «На это я сказал, вы с ума сошли, бабушка? Какие мечты? Что за анафарта? Я ничего не понимаю, что вы сказали», — хотел сказать я. «Бунун узерине». «На это я сказал, делимисинсен нине, не хаяллери, не анафарта лары. Вы с ума сошли, бабушка? Какие мечты? Что за анафарта?» «Дословно, вы сумасшедшая бабушка?» Но так будет некрасиво звучать. И потом такое предложение. «Дединден хичпишей аннам ёрум дейджек олдум». Здесь «дейджек олдум» — это «хотел сказать, но не сказал, только подумал». Поэтому можно перевести как «я ничего не понимаю, что вы сказали», «хотел сказать я». «Всё вместе. Бунун узерине, делимисинсен нине, не хаяллери, не анафарталары» «деддинден хичпишей аннам ёрум дейджек олдум». «На это я сказал, вы с ума сошли, бабушка? Какие мечты? Что за анафарта?» «Я ничего не понимаю, что вы сказали», — хотел сказать, или подумал я. «Сенмисин ону дейен? Бастонуйла бени коваламая башламасын мы?» «Не урадымы аннайамадым. Ямачи тирманып, насыл тепеден ашау индейми, бир Аллах билир, бир де бен». «Ах, это ты сказал? И не погнать ли меня своей тростью? Я не успел понять, что произошло. Каким образом я вскрапкался по склону и спустился вниз холма, знает только лишь Аллах и я». «Сенмисин ону дейен? Бастонуйла бени коваламая башламасын мы?» «Это эмоциональное выражение, смысл в том, что старушка разозлилась на высказывание парня и хотела тростью ударить его». Но здесь используется такой оборот, который доносит этот смысл. «Ах, это ты сказал? И не погнать ли меня своей тростью?» «Не урадымы аннайамадым. Я не успел понять, что произошло. Дословно, во что я вляпался». «Ямачи тирманып, насыл тепеден ашау индейми, бир Аллах билир, бир де бен». «Каким образом я скрапкался по склону и спустился вниз с холма, знает лишь Аллах и я». «Тирманмак» — это обычно разбираться вверх, поэтому получается, что сначала он забрался по склону и потом уже спустился с холма. «Бир Аллах пилир бир де бен» можно перевести так же, как только Богу известно. «И все вместе сэнмисинон диэн бастону или бени ковала моя башлама сынмы, не урадымы аннайамадым. Ямачи тирманып, насыл тепеден ашау индейми, бир Аллах пилир бир де бен». «Ах, это ты сказал? И не погнать ли меня своей тростью? Я не успел понять, что произошло. Каким образом я скрапкался по склону и спустился вниз с холма, лишь Богу известно». «Я немедленно развязал узду лошади и поскакал голубом, как сумасшедший. Казалось, не я управлял лошадью, а она управляла мной». Здесь «юла» — это узда лошади. «Юларыны чёздым» — это «развязал узду», но на самом деле развязал веревку, за которой лошадь была привязана к дереву, а не то, что снял узду с лошади. Как лучше перевести этот момент? Пишите в комментариях ваши варианты. Я не знаю. «Дели гиби, как сумасшедший, и он удёрт на лако штурмая баштадым, поскакал голубом». «Бен ата диль, ад бана хюкмедьорду адета. Казалось, не я управлял лошадью, а она управляла мной». Слово «адета» можно перевести как «словно», «как будто», «прям таки». Или в данном контексте я заменил словом «казалось». Нам важно передать смысл. «Я понял, что мы оказались на краю деревни». «И глубоко вздохнул». «Дерим бир ох чекмек» — это сделать так «фух». То есть обрадоваться от того, что пронесло. «Кююн мэй данэн дан кантеричнде ге чип» — это «в страхе я прошёл через деревенскую площадь». На самом деле идиома «кантеричнде» иногда обозначает как «в усталости», иногда обозначает «в страхе». Лучше перевести «в страхе я прошёл через деревенскую площадь». «Доуру же дедемлерин эвине алдым солу». Прямиком в направлении дома деда и только оказавшись там перевёл дух. Здесь опять «алдым солу» можно перевести как «спокойно вздохнул». И весь текст «Беразда гиттектен сонра кюн кэйсна гельдемизы анладым, бейчим дэн дерим бир ох чектим». Кюн мэй данэн дан кантеричнде ге чип доуру же дедемлерин эвин де алдым солу. Проскакав, ещё немного я понял, что мы оказались на краю деревни и глубоко вздохнул. «Страхе я прошёл через деревенскую площадь прямиком в направлении дома деда и только оказавшись там спокойно вздохнул». Мой дед сидел на своём обычном месте, на тахте, скрестив ноги. Увидев меня, он взволнованно спросил «Что случилось, сынок? На тебе нет лица». Мой дед сидел на своём обычном месте, также можно перевести «Мой дед сидел как всегда». Седирин узерин де баадаш курмушь отурьорду. Седир — это тапчан или тахта, а баадаш курмак — это сидеть по-турецки, скрестив ноги. Бени герюнче, увидев меня, и берём с конца, хейджан насорду. Он взволнованно спросил «Наулду аул, бетин бензин атмышь. Что случилось, сынок? На тебе нет лица». Здесь мы видим такое же обращение «аул» и потом «бетин бензин атмышь». Здесь речь идёт не о бензине, и выражение «бет бенис» переводится как «цвет лица». И «бетин бензин» — «цвет твоего лица». И глагол «атмак» как бы дословно «цвет твоего лица выкинулся». Но по смыслу мы переводим «на тебе нет лица». Мой дед сидел на своём обычном месте на тахте, скрестив ноги. И увидев меня, он взволнованно спросил «Что случилось, сынок? На тебе нет лица?». Я рассказал ему по порядку, что случилось. Когда я ему рассказывал, гримаса на его лице всё время меняла форму. Морщины на его лице становились больше, когда он слушал меня. Я рассказал ему, что случилось. «Бир бир» — это по порядку. «Бир бир анлатмак» — это рассказывать по порядку. «Бир» — это рассказывал ему, что случилось. Когда я ему рассказывал, он у юзю шекилен шекле гирюйоду. То гримаса на его лице всё время меняла форму. «Бир» — это рассказывал ему, когда он слушал меня, юзундеки чизгилер даха да даринлящи оду санки». Морщины на его лице становились больше, да словно «лини» его лица углублялись. Бен де она, оландары, бир бир анлаты. Бен анлатыркен, он у юзю шекилен шекле гирюйоду. Бен динляркен, юзундеки чизгилер даха да даринлящиорду санки. Я рассказал ему по порядку, что случилось. Когда я ему рассказывал, гримаса на его лице всё время меняла форму. Морщины на его лице становились больше, когда он слушал меня. Элийле, сакалını сывызлайарак, бана дэди ки «сэн кулубе дышкёртун, хэр хал. Орада кимсэ яшамьёр артык». Дели зехрани не отурюорду о кулубе дэ. Он пригладил бороду рукой и сказал мне, «Наверное, ты находясь в хижине, увидел сон. Там уже никто не живёт. В той хижине жила безумная зехра, но уже прошло около 30 лет, как она умерла». Элийле, сакалını сывызлайарак, бана дэди ки «сэн кулубе дышкёртун, хэр хал. Наверное, ты, находясь в хижине, увидел сон. Хэр хал – это сокращенная форма слова «хэр хальдэ». Есть и такое использование. Орада кимсэ яшамьёр артык. Там уже никто не живёт. Дели зехрани не отурюорду о кулубе дэ. В той хижине жила безумная зехра. Здесь слово «дели» идёт с большой буквы, что означает, что это её так прозвали, а не то, что она по-настоящему сумасшедшая. Но уже прошло около 30 лет, как она умерла. Здесь слово «элэли» переводится как «умерла». Такая форма есть для всех глаголов. Например, «бунун я полы узун заман олду». Много времени пришло, прошло, как это сделали. «Элэли» – как умерла. «Я полы», как это сделали. И всё вместе «элэли» и «сакаланы сывызлаярак» бана дэди ки «сэн кулубедэ дюшкёрдун гэргаль. Орада кимсэ яшамьёр артык. Дели зехрани не отурюорду о кулубедэ». Ама о олэли нередэйсэ отуз yıl олду. Он пригладил бороду рукой и сказал мне «Наверное, ты находясь в хижине, увидел сон. Там уже никто не живёт. В той хижине жила безумная зехра. Но уже прошло около 30 лет, как она умерла». «Бэн бунун узэрэне, мэракла, ама дэдээ, бэн сексэн яшларына бир нэгёрдум сахидэн дэ. Хайяэлэм анафарталарда, «Джонг байрэнда кайболду» дэйп дурюорду азу кёпірэрээк. Устэлік, элдэ дэ бастон варды. О бастонла бэнэй ковалады. «О нэнэ ким, дэдэ?» Дээ, исрарла сордум. На что я настойчиво с интересом спросил. «Но дэд, я в действительности видел 80-летнюю старушку. Она настойчиво повторяла. Мои мечты потерялись в анафарте, начунук байрэй. К тому же у неё в руке была трость. И она этой тростью прогнала меня. Кто эта старушка? Дэд?» «Бэн бунун узэрэне, мэракла». И берём с конца «Исрарла сордум». На что я настойчиво с интересом спросил. «Ама дэдэ бэн сексэн яшларында бир нинэгёрдум сахидэнде». «Но дед, я в действительности видел 80-летнюю старушку». Здесь слово «сахидэн» переводится как «по правде, в действительности». Смотрите, здесь «дэйп турьорду» это повторяло говорить. А «азы кёпюрэрэк» дословно с пеной урта. Но по смыслу можно перевести как «настойчиво». «Юстерик эллиндэ де бастон варды». «О бастон лабеникова лады». К тому же у неё в руке была трость. И она этой тростью прогнала меня. «Юстерик» можно перевести как «к тому же». Всё вместе. На что я настойчиво с интересом спросил. «Но дед, я в действительности видел 80-летнюю старушку». Она настойчиво повторяла. «Мои мечты потерялись в анафарте на чунук баире. К тому же у неё в руке была трость. Я на этой тростью прогнала меня. Кто эта старушка? Дед». Дедэм. «Сен дели зэхранинэнэн хайалетийле каршалашмыш оламас сына, Торун. Дышкёрмышсундюрхэрхаль. Дели зэхранинэ кэнди халиндэ бир кадынджағызды эскидэн. Ты не мог встретить призрак безумной зэхры внук. Должно быть ты видел сон. Раньше безумная зэхра была тихой, скромной женщиной». «Дедэм. Сен дели зэхранинэн нэн хайалетийле каршалашмыш оламас сын, Аторун». «Хайалет» — это призрак или привидение. А выражение «Аторун» — это такое же, как «Аоул». Дышкёрмышсундюрхэрхаль. Должно быть ты видел сон. Дышкёрмэк — это то же, что рюякёрмэк, видит сон. Дели зэхранинэ кэнди халиндэ бир кадынджағызды эскидэн. Раньше безумная зэхра была тихой, скромной женщиной. Кэнди халиндэ — это сама по себе, то есть спокойный, тихий человек, который никого не беспокоит. И все предложение. Дедэм. Сен дели зэхранинэн нэн хайалетийле каршалашмыш оламасын, Аторун. Дышкёрмышсундюрхэрхаль. Дели зэхранинэ кэнди халиндэ бир кадынджағызды эскэдэн. Дэммок стрэйтэць прэзрэк безумная зэхрэ внук. Глажно бы ты видел сон. Раньше безумная зэхра была тихой, скромная женщина. Кокасыны Чанаккале саващаларинда, анафарталардада шэхид олдууны эрэнинджэ, алтайлы кетимилэ калакалды, коджа дюняда тэк башина. Бэбэсидэ, ёк луктан факирлигтэн, затурея хасталуына я каланыпта, эллюверинджэ, дюнясы башина и калдызавалнынын. После того, как она узнала о смерти своего мужа в битве, при Чанаккале на анафарте, она осталась одна в этом бренном мире со своей шестимесячной сиротой. Из-за нищеты и бедности ее ребенок заболел с неймонией, и после того, как он умер, ее мир был разрушен. Кокасыны Чанаккале саващаларинда, анафарталарда шьид олдууны эрэнинджэ, после того, как она узнала о смерти своего мужа в битве при Чанаккале на анафарте. Вообще, битва при Чанаккале это очень известное сражение для турков, это как священная война за независимость современной Турции. Шехи толмак используется для людей, которые умерли в священной войне во имя Аллаха, и аутурок это используется для всех солдат, которые защищают Отечество и Родину. Алты айлык кетивиле калакалды коджа дюния датейк башина. Она осталась одна в этом бренном мире со своей шестимесячной сиротой. Коджа дюния можно перевести как бренный мир, а етим говорят на детей, которые остались без родителей, без мамы или без папы, то есть сироты. Из-за нищеты и бедности ее ребенок заболел пневмонией, и после того, как он умер, ее мир был разрушен. Затурея хасталы это пневмония, заваллы это бедолага, бедная, бедная женщина. Дюниясы башина икалды, это дословно мир свалился на ее голову. Но мы переводим как ее мир был разрушен. И все вместе. Коджасынын чанаккале саваштарында, а нафарталарда, шеит олдуну эренинджи, алтайлы кетимиле калакалды коджа дюния датейк башина. Бебесида ее клуктан, факирликтен, затурея хасталына, якаланыпта, олюверинджи, дюниясы башина и калды заваллынан. После того, как она узнала о смерти своего мужа в битве при чанаккале, на анафарте она осталась одна в этом бренном мире со своей шестимесячной сиротой. Из-за нищеты и бедности ее ребенок заболел пневмонией, и после того, как он умер, ее мир был разрушен. Она двинулась умом и после этого ушла в горы. В этой хижине, которую ты видел, она прожила ровно 50 лет. Всем, кого встречала, она повторяла, мои мечты потерялись в анафарте. Поищи или иди найди мои потерянные мечты. Аклыны ойнатып, она двинулась умом, кендыни дааллара тащлара в урду, и после этого она ушла в горы, то есть стала отшельником. Сынин огердюн кулюбеде, тек башина ящады, там элли елдыр. В той хижине, которую ты видел, она прожила ровно 50 лет. Гелене гечене, хаяллэрым, анафарте ларда кайболду, арыбулсана и тидим хаяллэрми, дейб дурдухеп. Гелене гечене, это дословно всем, кто приходил и проходил, то есть всем, кого встречала. Дейб дурду, хэп, все время говорила, то есть повторяла. И все предложение. Аклыны ойнатып, кендыни даалара тащлара в урду, сэнин огердюн кулюбеде, тек башина ящады, там элли елдыр. Гелене гечене, хаялэрым, анафарте ларда кайболду, арыбулсана и тидим хаялэрми, дейб дурдухеп. Она двинулась умом и после этого ушла в горы, в той хижине, которую ты видел. Она прожила ровно 50 лет. Всем, кого встречала, она повторяла, мои мечты потерялись в анафарте. Поищи и найди мои потерянные мечты. Сразу хочу сказать, что я сначала и потом в конце еще раз повторяю предложение на турецком и на русском языке, потому что в комментариях в предыдущих меня просили так делать. Твоя покойная бабушка была рядом с этой женщиной на предсмертном ложе. Она отдала свою душу Аллаху, повторяя слова, «Верните мне мои мечты, эй, анафарта!» сказал дед. «Олым деши» — это предсмертная ложа. «Кадын cağız» — это форма уменьшительно ласкательная. И «Рухуну теслим etmiş Аллаха, она отдала свою душу Аллаху». Сайклая, правильно перевести «бармаца», «барматать». Но я выбрал повторяя. И все предложение. «Рахметлинен ölым деши» — это форма уменьшительно ласкательная. «Бана хаялерими гериверин, эй, анафарталар!» дед. Сайклая, рухуну теслим etmiş Аллаха, дед. Рассказывая это, глаза моего дедушки налились слезами. Мое состояние ничем не отличалось от его. Здесь есть фраза «гезлерия шарды» — это глаза прослезились или налились слезами, дословно стали мокрыми. «Беним дурумум да, ондан фарсиз дейлди хани». В конце слова «хани» придает значение «ну и мое» состояние, типа как бы. «Ну и мое» состояние было таким же. Дедемин gözleri yaşармышты, bana bunları anlatırken. «Беним дурумум да, ондан фарсиз дейлди хани». Рассказывая это, глаза моего дедушки налились слезами. Ну и мое состояние ничем не отличалось от его. Вытерев глаза обратной стороной руки, я сказал деду, «Дед, где могила безумной зехры? Я хочу ее навестить. Это мой долг». Здесь должно быть все понятно. Единственное, можно постараться разобрать последнюю фразу «бубеним она вефа борджум». Это мой долг. «Вефа» — это преданность или благодарность. И, честно, мне кажется, нет точного перевода этого слова на русский язык. «Вефа борджум» используется в разных ситуациях. Это больше как благодарность людям за что-то, что было для них сделано. Вытерев глаза обратной стороной руки, я сказал деду, «Дед, где могила безумной зехры? Я хочу ее навестить. Это мой долг». Деда писал мне, где находится могила. Я немедленно взял в руки букет роз и пошел на кладбище. Я прочитал суру «Фатиха» и умысленно сказал ей. «Дедем демезары тарифет тибанадед. Описал мне, где находится могила. Тарифет мек» — это описать или объяснить. «Я немедленно взял в руки букет роз». Вообще, «демет» — это может перевестись и как охапка. «Мезарлаги тим» пошел на кладбище. Я прочитал суру «Фатиха» и умысленно сказал ей. Сура «Фатиха» — это первая основная молитва мусульман, и ее читают на могиле умершим. И все вместе. «Дедем демезары тарифет тибана. Хемен эльмебир демет. Гюлялыб. Мезарлаги тим». Руху на «Фатиха» окудом, и он уничтожен шоэле шэслиндим. «Деда писал мне, где находится могила. Я немедленно взял руки букет роз и пошел на кладбище». Я прочитал суру «Фатиха» и умысленно сказал ей. «Кайбеттень хайаллэри ким булабилир ки сэндэн бащка?» «Иттэрдиң хайаллэрин, Устуне коскоца ТЩркије инша эддэлди. Коцан гиби ийтэр сайссэнда хюрюз, ве баашымыз дик турабиліоуз. Разве кто-то, кроме тебя, может найти твои потерянные мечты? На твоих потерянных мечтах была построена огромная Турция. Благодаря доблестным мужчинам, таким как ваш муж, мы свободны и стоим с гордо поднятой головой. Никаким образом невозможно возместить ваши заслуги. Разве кто-то, кроме тебя, может найти твои потерянные мечты? На твоих потерянных мечтах была построена огромная Турция. Благодаря доблестным мужчинам, такими как ваш муж, мы свободны и стоим с гордо поднятой головой. Никаким образом невозможно оплатить или возместить ваши заслуги. Возвращаясь к кладбищу, я встретил Хасана. Он сказал, что волновался за меня и испугался, что со мной что-то приключилось. Здесь простые предложения, должно быть все понятно. Башина ищи льды переводится как «что-то случилось», что-то свалилось на голову. Я сказал ему, что сначала потерялся, но в конце концов смог найти дорогу домой. А о том, что я встретил призрак безумной зихры, я ему не рассказал. Иногда безумная зихра приходит в мои сны. Солдат, раненый в голову, держит за руку старушку зихру, а на коленях у солдата милый 6-7-месячный ребенок с розовыми щечками. Этот невинный ребенок дарит улыбки окружающим, а старушка зихра машет мне, улыбаясь. На этом наш рассказ окончен. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях под видео. Я постараюсь на все вам ответить. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...